Музыка Здравствуйте! В эфире Сайгез. Можилист пятого созыва начал свою работу. Новоиспеченные депутаты делятся на фракции и создают комитеты. Сегодня мы обсудим, чем новый парламент отличается от старого. Здравствуйте! Наш гость, политолог Айдос Сарым, заявил в прессе следующее. Цитирую. На выборах мы увидели абсолютно архаичные партии и абсолютно архаичных лидеров. Вы с этим согласны? Если нет, то почему? Очень коротко. Мурат, пожалуйста. Ну, в каком смысле архаичные, в смысле знакомые лица, может быть, лица, которые уже неоднократно участвовали, ну, можно ли назвать их архаичными, может быть, привычные лица. Вот в этом отношении я, конечно, согласен. Но я считаю, что в этом есть какая-то своя логика и закономерность. Я думаю, что в парламент должны претендовать те люди, которые уже имеют определенную репутацию. То есть люди, которых знают хотя бы в лицо. Мурат Телебеков, председатель Союза «Мусульман Казахстана». Ну, можно, конечно, употреблять и такой пьет, как архаичный. Мне кажется, мы увидели наши партии и наших лидеров. То есть какое общество, такие партии, какие партии, такие лидеры. Николай Кузьмин, политолог, редактор отдела политики «Эксперт Казахстан». Рисуйте, пожалуйста, среднестатистический портрет парламентария нового созыва. Как он выглядит? Айдос? Ну, мне кажется, в любом случае, это человек с чиновничьим бэкграундом. Ну, по-моему, там даже Даниэр Ашимбаев в одной из своих публикаций, по-моему, даже выводил какие-то усредненные показатели. Это там инженер, это, по-моему, мужчина лет, по-моему, 50 с лишним. Айдос Сарым, политолог. Ну, я считаю, что это, прежде всего, человек, вы знаете, очень конформистский, во-первых, настроенный. Человек, в общем-то, невыделяющийся, человек без углов, человек, не способный, допустим, стать в парламенте и высказать какую-то альтернативную точку зрения, вступить в полемику со спикером. То есть, абсолютные покорные, безмолвные, вот, с внешним лоском, несомненно, говорящими о материальном благосостоянии. Но во всем остальном, это люди, я думаю, на мой взгляд, ничем не примечательные. Ну, я бы с Маратом не согласился, и я бы больше всего сказал, что средний парламентарий, это не тот парламентарий, который запомнится по итогам завершения работы парламента. Да, будут ли какие-то звезды, появятся ли новые? Неусловно, они есть звезды. Они могут появиться? Они не могут появиться, мы их уже видим, их более чем достаточно. Это звезды двух типов, звезды, ну, скажем так, ораторского мастерства и звезды профессионализма. То есть, какие-то откровения среднего уровня есть все-таки? Безусловно. Вот что я думаю. Да, например, несмотря на то, что средний парламентарий, это все-таки, скорее, мужчина, чем женщина, да? Еще 18-й. Тем не менее, именно в этом парламенте много достаточно ярких женских фигур. Это, например, Яковлева, Татьяна, это... Финансиста, это... Романовская, ныне Светлана. И с внешней точки зрения. Это Никитинская. Просто приятная дама во всех отношениях. И есть люди, есть женщины, скорее, политики. Это Айгуль Соловьева, это... Дариган. Дариган Азарбаева. В трехпартийном парламенте наметилась определенная конкуренция. И как, по вашему мнению, партия власти, Нур-Атан, сможет найти общий язык с Акжолом и с Коммунистической Народной партией Казахстана? Знаете, я бы сказал, что вопрос не в том, что они найдут общий язык или не найдут. Ну, по каким вопросам всегда будут находить язык? Вопрос в том, чтобы остальные две партии не стали маленькими Нур-Атанами. Николай. Я хотел бы уточнить, трехпартийным является Можилис, парламент, в целом, является четырехпартийным. У нас есть Дани Косым, он по-прежнему член партии Патриотов. Он просто находится в верхней палате парламента, а не в нижней. Нур-Атан сможет сработаться, найти общий язык с этими партиями? Я помню вопрос. Безусловно, сможет. Ну, он на самом деле уже сработался. Уже? Конечно. Еще... Его неделя. Минуточку. Еще в начале этого года, или в конце прошлого года, в начале этого года, когда встал вопрос о референдуме о продлении полномочий президента, в прошлом году, да? В прошлом, позапрошлом году, то Нурлан Нигматуллин организовал движение за общественную коалицию за демократическим Казахстаном. Куда вошли и народные коммунисты, и акжоловцы. Таким образом, у них уже в режиме... Год, год они уже сотрудничают. В режиме, ну, стоп, целый год они, так сказать, мирно существуют. Правда, Еллашев недавно требовал дважды или трижды сбора коалиции. Я не питаю особых иллюзий по поводу нового парламента. Все эти люди, будь то Ахжол, вот, и те же самые коммунисты, они во многом эти люди, в общем-то, аффилированы с партией Нур-Отан. Многие из них вышли из щрева, многие из них являются порождением Нур-Отана. Вот, и было бы наивным, конечно, ожидать от них каких-то разногласий, какой-то конфронтации, на мой взгляд. Я эти выборы бойкотировал, да, это был мой такой личный гражданский бойкот. Вот, и хотел бы пояснить, почему. Дело в том, что в моем понимании выборы – это некий финал, такой долгий межвыборный, межвыборного периода, когда происходят какие-то политические действия, да, то есть, когда есть политические, когда вообще в стране существует политика. То есть, выборы – это такая верхушка, пирамиды всей политической структуры. Вот, и поэтому, поскольку нет политической конкуренции, вот, это первый аспект выборов, и второй аспект выборов, что голоса ты свои защитить никак не сможешь, вот, то и ходить на это представление бессмысленно. В новом составе Мажелеса довольно пропорционально представлены все регионы страны, увеличилось количество женщин, молодежи, представителей различных национальностей. Вы цитируете президента, да, я так понимаю? В принципе, это официальная оценка. И вот, что нам ждать от такого гармоничного парламента? Ну, не знаю, конечно, мне это вызывает улыбку, вот ваша фраза, вот, гармоничный парламент. Ну, и с этой точки зрения, с официальной точки зрения, у нас всегда был гармоничный парламент, у нас всегда был великолепный парламент, безукоризненный. Но почему-то в определенные, значит, моменты истории они начинают самораспускаться, вот, непонятно по каким мотивам. Потом вновь начинают эти люди собираться, и, в общем, поэтому я считаю, что, не знаю, я ничего нового не ожидаю, и я считаю, что это просто большая ошибка нынешние парламентские выборы, я считаю, это большая очередная ошибка власти, которая может привести, в общем-то, к серьезным последствиям. Николай, насколько гармоничен парламент, по вашему мнению, вот, в том виде, в котором он сложился? Ну, наш парламент, прежде всего, нижняя палата, его мажорист, да, он всегда был, парламент, всегда был достаточно мирным местом. Если там мы шли, я же еще на дебаты, то это в связи с заявлениями депутатов, там, по надписям на пачках с чаем неправильным, и, там, не знаю, там, по фильмам, которые дискредитируют образ казахской женщины. Было такое, было? Ну, это действительно вызывало, так сказать, какое-то оживление, какую-то полемику. Из законопроектов, которые предыдущий мажорист подготовил, мне известен только один, это, ну, вообще парламент в целом подготовил, это только праздничная декларация, все остальные законопроекты готовило правительство, или же это были законопроекты, ну, международного характера, опять же, через правительство они шли. И, мне кажется, единственный мотив, по которому Сенат возвращает в Нижнюю Палату документы на доработку, это плохой перевод с русского на казахский. Айдос, как по парламенту, по его структуре, составу? Я понял, я вот мысль, она завершила, мне кажется, наиболее важная, да, вот от чего вообще зависит активность, скажем, той или иной фракции, или той или иной парламентской группы, да? Мне кажется, вот почему я говорил об архаичности, у нас, причем все партии, ну, понятно, что у нас нет классической какой-то модели, когда есть социальные группы, которые понимают свои, там, потребности, потом оформляются в партии и так далее, об этом говорить не будем, у нас получилось как, вначале появляется человек с финансами, потом вокруг него появляется некая группа людей. Есть ли у этой группы людей ценности, да, если мы видим, что он сегодня в одной партии, завтра в третьей, завтра в четвертой, и после завтра вообще в другой партии нету. Поэтому я считаю, здесь важно, чтобы, если даже, ну, люди назвали себя правой партией, чтобы они были правой партией именно по ценности. Если это коммунисты, они левые, то пусть они будут левые именно по убеждениям, а не, скажем, по природе происхождения. Это действительно гармоничные партии. Тогда уже можно будет говорить, что есть некие там потребности бизнеса, да, объективные, которые в сторону меньших налогов, социалисты говорят, там, надо больше платить и так далее. Вот какие-то такие ценностные будут вещи, тогда будет выстраивание вообще всего общества. Когда нету вот политических партий, которые именно ценностные, вокруг которых собираются люди, когда нету вот общественных нормальных институтов и так далее, и тут появляется поле для деструктива, да, люди уходят в секты, люди уходят в секты. Я хотел бы еще добавить пару слов, я извиняюсь, велигиозные секты и так далее. Вы знаете, вот мы когда говорим о гармоничном парламенте, да. Хотя парламент не предполагает гармонии как таковой, да. Вот вы знаете, вот если бы в этом парламенте были бы депутаты, которые бы представляли бы нефтяников Жанаузене, я думаю, что бы, что впоследствии президенту не пришлось бы выговорить эту знаменитую фразу, что вот он не знал, он не видел, и его ввели в заблуждение. Понимаете? К сожалению, таких сил не было. Не было людей, которые могли бы сказать, которые могли бы представить эти интересы. Жанаузене – это всего лишь одна язва. А сколько таких скрытых язв, сколько таких скрытых очагов еще находится в нашем обществе. И вот, к сожалению, нынешний вот такой синхронно мыслящий парламент, вы знаете, лояльный абсолютно во всем. Я считаю, что это просто медвежья услуга и власть, и общество. Ну, давайте подождем, а неделю только работает. Прежний парламент был однопартийным, как вы помните, и его преимуществом было то, что законы через него проходили очень быстро. Вот как сложится работа нового трехпартийного мажориса или уже четырехпартийного парламента в целом? Как ваши ожидания? Николай. Я думаю, мало что изменится, что парламент законы будет принимать с такой же скоростью, как и предыдущий однопартийный парламент. Я хочу заметить, что казахстанский парламент прежде, вот после выборов 99-го года, он был четырехпартийным, если не ошибаюсь. Там были коммунисты во время. И было много разных, был целый спектр, так сказать, идеологический по депутатам от мажоритарных округов. Ну, на работе парламента это никак не сказывается. Законопроекты готовятся в правительстве. Почему депутаты, они, конечно, могут их рассматривать сколько угодно долго, но прорабатывать их они не могут. У них для этого просто нет, скажем так, экспертно-финансовых возможностей. Институциональные основы. Айдос, как ваши ожидания? Как пойдет законопроект? Я думаю, что когда у партии власти 80% мест в парламенте, это сказано все. Что все? Скорость? Что любой закон, можно принять и за 17 минут, за 17 секунд, за 18 секунд. Вопрос не скорости, но я все-таки надеюсь на то, что даже вот присутствие, пусть даже в таком виде еще двух партий, ну она вызовет некие там, просто расширит количество дискуссий. Увеличить, что наша власть, она вот все время присуща ей некая такая погоня за каким-то современным имиджем, вы знаете, желание облачиться в такой современный европейский костюм и иллюзия, что от этого, как говорится, изменится начинка. Мы можем называть наш парламент, знаете, трехпартийным, четырехкрылым, пятиглавым парламентом, как угодно, но меняется ли от этого его суть? Он как был однопартийным, да, однообразным, скажем так, он таким и остался. И я сужу прежде всего по личности, личности, по их мировоззрению, людей, которых мы знаем, тот же Азат Перуашев, ну какой из него оппонент? Ну хороший парень, да, можно с этим поговорить, сходить в баню, но представить его в виде политического оппонента, человека, который есть свои принципы, своя, не знаю, своя философия, который может встать, поставить встать и сказать, извините, если это не соответствует моим принципам, да, я готов покинуть этот парламент. Мы знаем его не сегодня, вы знаете, он давно уже на политической сцене. Матя, а можно такой вопрос, если бы третья партия стала в Адилет, ваша критика была такой же? Вы знаете, в Адилете, да, Адилет довольно такая разношерстная партия, для меня гораздо важнее, чтобы были личности из той же самой коммунистической партии, да, и допустим, из того же Ахжола, из того же ДВК, для меня важны не партии сами, а личности, которые действительно могут представлять собой действительно некий интерес, могут выражать какие-то интересы, тот же Булат Абилов. Власть часто упрекает оппозицию, что она бестолковая, что она ничего не может делать, но дайте ей хотя бы один министерский портфель, чтобы весь мир мог убедиться, что они действительно бестолковые, что они глупые, что иметь с ними дело не следует. Я надеюсь, что те моменты, которые заложены в национальном плане действий, они будут реализовываться, потому что в нем изложены стратегии не только деятельности самой партии Нур-Отан, но и в целом здесь учитываются интересы всего казахстанского общества. Это практически все сферы жизнедеятельности, начиная с образования, здоровья, потому что для того, чтобы добиться результата в индустриально-инновационном, как мы сейчас говорим, прорыве, прежде всего нужны здоровые и образованные люди. Ну вот, новому Мажелесу, что предстоит сделать для того, какие проблемы предстоит ему решить, по вашему мнению, чтобы наша страна могла успешно противостоять этому кризису? Знаете, мое личное мнение, когда, по крайней мере, говорилось о причине распуска как второй волны кризиса, это было лукавство, да, ну понятно, что надо было срочно найти какие-то 5-6 причин, ну вот, оказывается, кризис идет. Ну, если бы нет, если бы реально это стояла такая проблема, то, наверное, каждый партийный список должен бы включать в себя экономистов, бизнесменов, я не знаю, там, политологов, еще кого-то. Ну, я говорю, ну, это скорее так, но если реально кризис придет, то, ну, может быть, есть там 4-5 человек, которые мыслят в таких больших глобальных там пониманиях, знают мировое достранство, что-то смогут предложить, но в любом случае, ну, как бы, скажем, руль-то находится не в парламенте, то, что скажет администрация президента или правительство, то и будет. Как Вы считаете? Тем более, есть 80-процентная дубинка. Какие проблемы парламент должен решить в борьбе с экономическим кризисом? Ну, он будет где-то решать те же задачи, что и парламент прошлого, может, из прошлого созыва. Вот, а именно в оперативном порядке принимать, рассматривать и принимать все законы, вносимые правительством, то есть обеспечивать правовую поддержку действиям правительства. То есть в оперативном порядке принимать, это не означает ли штамповать? Ну, что там плохого? Мерседес – это тоже набор штампованных деталей. Так вот, штамповать, если наш парламент будет штамповать так, как штампует Мерседес, ну, что, что, этого от него в СИЖУ, ну, я добавил бы еще одна функция, не только взаимодействие с правительством, но и взаимодействие, или, скажем так, не взаимодействие, а, скажем так, поддержка курса Нур-Утана на единство всей нации, на единство всего народа вокруг лидера нации. Мурат, как парламент может решать эти проблемы? Ну, вот, буквально на днях сегодня Карим Масимов предупредил и напугал казахстанское общество о том, что навлекается вторая волна мирового кризиса. На мой взгляд, нам нужно бояться не внешнего кризиса, а кризис, который назревает в душах казахстанцев, кризис, который сегодня возникает в сознании людей. Это говорит о том, что социальное напряжение в обществе достигло некой критической точки. Перед Новым годом, вы в курсе, поспешно довольно были приняты два спорных закона о национальной безопасности и о телерадиовещании, содержание которых трудно назвать либеральным. Может ли мажелес, новый состав Нижней палаты парламента либерализовать это законодательство? И, кстати, другие законодательные акты. Как вы считаете? Ну, смотрите, я не верю в особую большую либерализацию, по крайней мере, в данный момент, сферу того, что эти законы, ну, понятно, не сенатом разрабатывались, они спускались сверху. То есть принимал сенат? Другое дело, что если бы, скажем, это сейчас уже происходило обсуждение, наверное, оно происходило бы чуть более сложнее. Но даже если сенаторы возмущаются, это люди, которые Крым и Рым, государственные службы прошли, все бывшие вчерашние министры и так далее сидели, возмущались. Слушайте, у вас там бардак на Харгосе, а мы вам еще будем давать непрекосновенность? Вот, по-моему, Абдукаримов говорил, еще кто-то другие. Вы имейте в виду... Я бы закон о нас безопасности не имею. А закон о нас безопасности, статус сотрудников КНТ? Да, да, то, что их нельзя не досматривать, не задерживать, ничего и так далее. Я думаю, что сейчас, если бы, ну, опять же, в силу той или иной разной включенности, да, если, скажем, вот эти партии, которые... Я не имею в виду, но имею в виду, остальные две партии реально хотят, скажем, закрепиться на этих выборах, сказать, что они действительно неплохая, вроде бы, парламентская партия, то они будут работать с гражданским обществом. Для них это шанс. Это шанс заявиться, это шанс собрать, провести там какое-то мероприятие, слушание или еще что-то и так далее, но парламентаризм не становится декретом, да, это, наверное, культура. И если мы видим, что, по крайней мере, по некоторым вопросам какие-то такие вещи получались, есть, ну, скажем, я думаю, для этого достаточно, для этого парламента иметь 10 интересных, ну, довольно самостоятельных фигур, чтобы реально были интересные дискуссии. Мурат, вы знаете, либерализовать то, что уже принято, можно или парламентарии не будут этим заниматься? Ну, вы знаете, мне, конечно, хотелось быть оптимистом, да, надеяться, что вот у некоторых людей там проснется, там, чувство здравого какого-то, не знаю, смысла, проснется, не знаю, какое-то благоразумие. Вот, но я, например, больше считаю и больше рассчитываю не на парламент, а вот, скорее всего, на независимых политологов, на журналистов, которые часто провоцируют и обнажают многие неприглядные факты и тем самым заставляют парламент принимать те или иные законодательные акты. Вот в этом отношении я считаю, что вот это общество, не знаю, гражданское общество, вот эти вот рядовые люди, вот эта та же самая беседа, которую мы сегодня ведем, она куда гораздо более плодотворней и от нее гораздо больше пользы, нежели от нынешнего парламента. Парламентарии прежних созывов не учитывали всю серьезность экологических проблем Республики Казахстан. Главный, я бы сказал, тезис, которым они руководствовались, это был тезис, что вот мы сейчас решим первостепенные экономические задачи и после этого возьмемся, так сказать, решать проблемы экологии. В результате это предопределило экономическую политику страны настолько, что она сейчас полностью ориентирована на сырьевые отрасли, добыча нефти, газа и других полезных ископаемых. А основные экологические проблемы, с которыми Казахстан столкнулся еще в первые годы независимости, практически так и остались нерешенными. Парламентарии прошлых созывов очень плохо работали с своими избирателями. Принцип основной я бы так сформулировал, после выборов хоть потоп. Ну вот, наверное, хотелось бы, чтобы все эти недостатки, все эти проблемы, которые существовали в прошлом парламенте и в прошлых созывах были ликвидированы. Тогда, может быть, как говорится, сдвинется что-то в лучшую сторону. Завершение нашей дискуссии, блиц-вопросы, пожалуйста, отвечайте коротко на них. Первый вопрос такой. Назовите депутата нового Мажелиса, который максимально отвечает вашему идеалу народного избранника. Мурат? Я затрудняюсь. Альдос? Ну, давайте дадим поработать, посмотрим. Николай? Ну, я бы назвал Косаревым. Ну, допустим, нет. Мне нравится физически, как Мурат Абенов, допустим. Он открытый совершенно. Это блиц. А каким должен быть парламент, чтобы вы лично согласились стать его депутатом? Николай? Не согласился бы. В любом случае. В любом случае. Альдос? Я думаю, он должен проходить, во-первых, по каким-то более легитимным. А британский должен стать? Нет, ну, я не знаю, какой он будет. Британский, немецкий. Но главное, чтобы он отражал те настроения, которые из общества. А Мурат? Парламент должен быть свободным. Парламент, который принимает во внимание мнение людей, которые сидят в нем, заседают в нем. И просто выполнять те директивы, которые спускаются сверху. Для начала даже хотелось бы увидеть хотя бы одну драку в парламенте. Честно. Вот вы знаете, я бы обрадовался. Честное слово. У меня бы возникла надежда. Касается политической арифметики. Как уточнил господин Кузьмин, в парламенте сейчас четыре партии. Сколько должно быть партий в парламенте, чтобы его можно было считать реально многопартийным? Николай? Ну, больше одной. Айдос? Столько, сколько хочет избиратель. Ну, ты не начинаешь такой риторический вопрос. Ну, сколько? Можно там зачислить там сто партий, двести партий. Тот же Нуратан разбить, расчленить на множество мелких партий. Отличная схема. От этого ничего не изменится. Поэтому я считаю, что главное менять суть, а не форму. Плохо или хорош новый мажорист, но обществом на него возлагаются определенные надежды на перемены к лучшему. Оправдаются ли они? До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин